Цены на нефть в мире стали расти. Международные эксперты прогнозируют рост цен на нефть до 100 долларов за баррель во второй половине года на фоне возобновления работы в Китае. Второй по величине потребитель нефти в мире Китай скупает сырую нефть после отмены своей строгой политики в отношении ковида. Спрос на импортную нефть также стремительно растет в Индии и Монголии. Тем временем страны члены ОПЭК плюс сократили добычи нефти. С апреля объемы добычи сократились на 1,6 миллионов баррелей в сутки. Как следствие, продолжают расти отпускные цены на нефтепродукты в Российской Федерации. Крупные нефтеперерабатывающие заводы России закрылись на плановый ремонт. В частности, Орский и Пермский НПЗ, поставляющие нефтепродукты в Кыргызстан, уже встали на ремонт в апреле текущего года. А крупный Омский нефтеперерабатывающий завод планирует ремонтные работы в июне. Это может повлиять на рост отпускных цен, поскольку в связи с тем, что объемы на заводах сокращаются, увеличивается спрос. А это, в свою очередь, приводит к тому, что у нас будет подорожание. Вот на 1 мая вот эти заводы российские уже выставили котировки, где по бензиновой группе уже идет удорожание примерно 70 долларов на тонну. В одних странах растут цены, в других – острый дефицит сырья. К примеру, в Казахстане в результате острого дефицита дистоплива весеннее пассивное оказалось на грани срыва. В связи с постоянно растущими объемами потребления дизельный кризис в Казахстане повторяется каждый год в сезон пассивной или уборочной кампании. Чтобы как-то урегулировать ситуацию, власти соседней страны повысили предельную стоимость на дизель и бензин. Так, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 повысились примерно на 11%, на дизель – около 20%. Казахстан намерен привести внутренние цены в соответствии с ценами в соседних странах. Такие меры предотвратят незаконный экспорт топлива и его дефицит, уверены эксперты соседней страны. Кыргызстан ежегодно потребляет более 1,2 млн тонн ГСМ. Почти весь объем нефтепродуктов импортируют из России. Несмотря на растущие в мире цены на нефть, местные нефтетрейдеры принимают все меры, чтобы сглаживать цены на ГСМ. И Кыргызстану удается возглавлять рейтинг самых низких цен на топливо среди импортозависимых стран. Стоимость бензина 92-й марки и дизельного топлива в кыргызских самах за литр в Молдове составляет 121 и 99 сомов 90 тыинов соответственно. В Грузии 92 сома 10 тыинов и 121 сом 60 тыинов. В Армении 87 сомов 40 тыинов и 96 сомов 60 тыинов. В Таджикистане 67 с половиной сомов и 89 сомов 90 тыинов. В Узбекистане 82 сома 30 тыинов и 91 с половиной сомов. В Белоруссии стоимость бензина и дизеля держится на одном уровне – 82 сома 70 тыинов. В Кыргызстане литр бензина марки АИ-92 стоит 52 сома, а дизельного топлива – 71 сом 90 тыинов. В результате многочисленных факторов в мире цены на ГСМ могут незначительно поменяться и в Кыргызстане. Однако поставки ГСМ в страну осуществляются стабильно и в срок. Это говорит о том, что дефицита сырья не будет. А это, по словам нефтитрейдеров, основной приоритет. Продолжение следует...